Сегодня у нас один внеплановый мастер-класс, вернее не мастер-класс, круглый стол, на котором можно будет излить душу на тему вашего отношения к психологам и к эзотерикам. Ольга Кардашева. Вместе будете. Я Александр Купчик. Два кишечного терпевта. Спасибо, Таня. Привет, Саша. Привет, товарищ. Произвить душу это было чуть-чуть. Все-таки надеюсь, что у нас получится встретиться на мосту между психологией и эзотерикой, между эзотерикой и психологией. И хотелось бы видеть на этой встрече различных мастеров, представителей разных школ, направлений. И пользуясь такой благоприятной возможностью, которую, Таня, ты организуешь для всех нас, где мы находимся на одной территории, но так специальным образом как-то не встречаемся. Вот хотелось бы сделать такое место встречи. Представители разных школ, направлений. И обсудить, чем мы занимаемся, и посмотреть, насколько это сочетаемо. Я думаю, что хорошо, если и придут не только те, кто предоставляет эти услуги, но и те, кто их потребляет. И скажут свое мнение, как им, что больше нравится, что меньше, и, может быть, и то, и другое. Но все это будет очень важно, как мне кажется. Спасибо. Аудитория 42. Можно здесь? Круглый стол остается здесь. Мария Тахмакова. Телесоориентированный психотерапевт, инструктор йоги, астро-психолог, кандидат психологических наук. Здравствуйте. Сегодня будет последний мастер-класс по астрологии. Психосоматика в астрологии. Как можно по знаку зодиака понять свои самые слабые места по здоровью? Почему они будут возникать? Когда они будут возникать? И что надо делать, чтобы минимизировать физические проблемы? Если вы знаете свою натальную карту, это картинка неба на момент рождения, расположение десяти планет на зодиакальном созвездии, мы будем говорить про дополнительные факторы, которые влияют на ваше состояние здоровья физическое. И каким образом психологически, ментально, мысленно и так далее, мы можем нормализовать наше физическое и эмоциональное состояние. Приходите. Спасибо. Мария Токмакова, 42. Наталья Чукина, практический психолог, арт-терапевт, ведущая психологических игр, организатор Центра психологических игр «Бастет». Наташа, тоже хвалили тебя. Добрый вечер. Предлагаю сегодня игру под названием «Лабиринт отражений». Всегда в нашей жизни есть ситуации, в которых мы... Ну, в ситуации. И это о том, что в нас есть сила, которой мы управляем, или сила, которой мы не управляем. И в этой игре у вас будет возможность поисследовать. Если сила не управляем, если она ведёт вас в поступках, то, ну, в этом есть какой-то смысл. И этот смысл на этой игре мы будем находить. Мы будем встречаться со своими драконами и грифонами. Может быть, поговорим в «Ночь откровений», или будем участвовать в «Дни решений». Игра интересная, игра о многом, но в первую очередь она о вас, о вашем. О вашей силе и о вашем бессилии. Приходите, поисследуем. 41-я аудитория. Наталья Чокина, 45-я. Иван Глянзин, телесно-ориентированный психотерапевт. Прошёл полный курс обучения в бодинамике. Закончил обучающую программу по работе с шоковой травмой. Средникатой в бодинамике Интернешнл. И основатель этого движения. Давайте похлопаем. Спасибо. Спасибо большое за вас. Этот мастер-класс у меня будет о границах и о том, как себя не терять в контакте. Что мы будем делать? Мы будем будить телесную базу, на которую наше сознание может опираться к теме границ, то есть чувствовать границы, обозначать границы и удерживать границы. И точно так же будем оживлять базу телесную, на которую ощущение нас, самих себя, будет опираться. Так, чтобы было легче себя найти. Это некоторые-таки якоря в этой реальности для того, чтобы не сильно уносило в прошлое. В контакте. Всё. Приглашаю. Иван Канксин, 12. Светлана Днепрат, инструктор гимнастики ХАДУ. Здравствуйте. Я массажист и инструктор гимнастики ХАДУ. Мой мастер-класс будет состоять из двух частей. Первая часть посвящена лимфодренажному массажу по Паскалю Кошель. Будем пробовать друг на друге. Раздам печатный материал, научу его делать. Это очень хорошее антицеллюлитное следство. И вторая часть посвящена гимнастике ХАДУ. Это гимнастика авторская, силовая. Способствует улучшению здоровья, повышению его уровня. И она уже применяется у нас в вооруженных силах. И даже в АТО, в некотором она спасла жизнь. Приходите. Всё расскажу, всё покажу. Одиннадцатая аудитория. Фольксваген серебристый. М905ЕМ. Берите машинку от калиточки, пожалуйста. Соседней базы. Жилую абсолютно. Айка, иди сюда, пожалуйста. Нет, сюда на сцену заходи. Факел нужно держать вот так. Факт углом. Вот так нельзя держать. Волосы спалите. Вот так нельзя держать. Тоже понятно, спалите себе. Когда вы хотите поговорить с соседом, вот так не разговаривая. Факел остаётся на месте, вы поворачиваетесь. У детей факел забрать нужно. Кто придёт, злая путятина заберёт. Спасибо. Если факел у вас начал капать, смотрите, чтобы не спалил вам обувь. Если человек рядом с вами начал гореть, знаете, что надо делать? Человека надо бить. Завалить и затоптать. Лучше всего его завалить и покатать. Но, скорее всего, к вам прибежит волонтер и погасит человека. Будет бить мокрой тряпкой человек. Поэтому не палимся. В 19.00 нужно прийти сюда на концерт. В 20.00 начнётся перфоменс. Перфоменс начнётся здесь, продолжится там. Лучше не терять самообладание во время перфоменции. Тамара Кожемёка. Добрый день, Тамара. У нас сегодня... Спасибо. У нас сегодня для девчонок такой девичий круг, посвящённый женской красоте и здоровью. Будем говорить о коже лица. Будем делать массажи. Я привезла роскошное розовое масло всем там. И будем говорить о проблемных зонах и о целлюлите. И будем говорить, почему ни один массаж в мире не существует такого массажа, который избавит женщину от целлюлита. Целлюлит – это очень сильная записанность организма. Я вам буду говорить и о косметике, и о здоровье, и о питании. Пождуйте. Десятая аудитория. Класс по игре ГО. Так получилось, что на этом товаре мастер-классы по игре ГО были с утра. Для тех, кто хотел попасть, но не успевал, кто был на мастер-классах других психологов сильных, и сейчас уже подновили вам психологию, эзотерика, приглашаю познакомиться с древней интеллектуальной игрой стратегической ГО. Будем 14-й аудитории. И сегодня последняя возможность. Продолжение следует...